Полиция вывела Фазила Абраимова, супруга его найдет. Видимо, принято решение его задержать. Это у нас уже второй обыск, в этом, наверное, месяце даже. Очень интересно, что обнаружено у него, что у него нашли. Вот так вот действуют наши крымские власти, с людьми, которые противостоят незаконной застройке и отстаиваем свои права. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, расскажите. Ну и это... Машина была неисправная, на ремонт отвезли машину, а потом пошли там на стрелковую цену ходили. Да, на ликонсерон. И это... Ну там, обходя эти лужи, проходили мимо этого, как его, на фоксе, шли между деревьями. А вдалеке увидели милицейскую машину. Ну, машина так машина. Идем и идем. А эта машина увидела нас, завернула за нами, подъехала. Остановили. Предъявили документы. Ну, предъявили паспорта. Садитесь в машину. Ну, сначала, а что мы в машину будем садиться? Что мы что-то сделали? Зачем вы берете документы? И вообще, что мы такого сделали, чтобы нас останавливать? Ну, да, да. Ну, заходите и все. Ну, ладно. Павел сначала сел. Я отдачивался, отдачивался. Зашла. Села в машину. Они... Села в машину, а они это... Они стали... Стали увозить. Куда везут, не знают. Звонят по дороге. Куда звонят, сюда звонят. Никто ничего не говорит. Потом уже вышел из машины. Стал уже, видимо, там определенному кому-то... Какому-то человеку позвонили. Ну, и это... Подъехали, подвезли до этого, до Залезской. Спрашиваем, куда везете, опять не говорят. Позвол звонить сейчас. Да. Алло. А. Рустему? Ярши, инвер, здесь ничь барар. Ярши. Угу. Ай да, Аллах, улай, кетерси. Вот. До Залезской, до Круга довезли, вот здесь вот до подъема. И это... И ждем. Что ждем, ничего не говорят. Здесь два автозавка проехали, а нас за ними повезли. И по дороге уже разговорился уже этот Фетченко, лейтенант, или кто он там. Угу. На обыск к вам едем. А что на обыск? Вот 6 декабря обыск был. Что вам еще надо? Угу. Ну, мы не знаем, мы исполняем свои дела, свою работу. Угу. Вот приехали, протокол прочитали. В общем, там в протоколе 4 человека, я там записала у меня в сумке эти фамилии. Угу. Якобы эти 4 человека ежемесячно по 7 с половиной тысяч рублей давали мужу деньги, чтобы он решал как бы земельные вопросы. Угу. Угу. Все русские фамилии, ну, может там, не знаю, может еврейские какие-то вещи. Угу. Ну, русские нет, не татарские фамилии, не крымско-татарские нет. И это... Я их записала. Ну, нет, конечно, ничего такого не было. Фазовка говорит, это вы мне обвинение сейчас такое. Ну, вот, подпишите. Он не подписал. Зашли домой. Зашли, нигде ничего не смотрели, но потому что среди них были те люди, которые 6 декабря были на обыске, они... Они тоже были. Угу. И говорят, ну, недавно здесь были, типа, ничего нету, здесь все смотрели. Не стали смотреть сразу к это, к сейфу. Оружие вытащили, описали оружие. Ну, Фазов предоставил все документы, да, зарегистрированные все, патроны, оружие, все это взяли, короче. И это... И списки подстрелковые спросили. Ну, списки подстрелковые тоже, Фазов предоставили. Вот это вот все взяли. Спросила, спросила, на сколько вы это забираете, на сколько. Следователь сказал, на 48 часов. Угу. То есть он задержан, да? Да, следователь, да, следователь, уманский, что ли, уманский, да. Уманский, да. Он был, он сказал, на 48 часов забрали. Я говорю, завтра пятница у нас, пятничная молитва завтра. Второй милиционер говорит, не знаю его чем. Он говорит, ну, может, завтра выпустит. Сами не знаю. Голодует. Да, сказала, что голодует. Я говорю, я... Каждый день, вот сегодня десятые сутки он голодует. Я говорю, каждый день, утром, в обед, вечером я измеряю его сахар, давление, чтобы, говорю, там... Да, как у него состояние, здоровье вообще? У него последние три дня скакало и давление, и сахар. А сейчас поднялось, сахар поднялся, давление не дал измерить, потому что я за мамой бегала. У мамы тоже давление поднялось. Ток-нет, ток-фазолу бегала. Ну, фазол сказал, говорит, приготовь там майку, трусы, носки, такое вот. Он как почувствовал, говорит, ну... А на стрелковые у вас дети, да, живут там? Да, старший сын, невестка и внучка, 10-месячная внучка. И мы думаем, пока вот там СТУ как раз недалеко от Москальца. Машину там оставили и думаем, зайдем мы там к внучке и с невесткой. Сын на работе бы, с внучкой и с невесткой посидим. А как вы думаете, почему это происходит? Ну, вы знаете, по всей вероятности, там среди милиционеров тоже там такие провокационные вопросы задавали. Вам деньги не давали за то, что вы там живете. Может, там строительная организация, говорите, Акура. Они вам деньги не предлагали. Может, вы отказывались, может, вы соглашались, как и что. И вот такое ощущение, что они в курсе дела. И все это к этому приписывают, как бы, сами зная. Ну, мы ответили, что нам никто ничего не предлагал, во-первых. Во-вторых, мы на это никогда не подпишемся. Мы сколько, вот, 12 лет стоим? А тут журналисты, вот, были, к Крыму информацию входят где-то, они подбивают молодых человек. Они хоть раз вообще интервью брали, у Созыва или у вас? Нет, нет. Нет? Ни разу. Ни разу, да? Ни разу, но такие гадости. А как вы думаете, почему это не интересуется тем, что происходит на самом деле от вас, допустим? Они же журналисты должны две стороны рассматривать. Ну, скорее всего, скорее всего, такое ощущение, что они тоже с ними заодно. Я так могу коротко сказать. Хорошо. Ну, то есть, сегодня ничего, кроме оружия, не изъяли, да? Нет, оружие и патроны. И все документы, которые на это, официально зарегистрированы, все документы, которые есть, они тоже забрали. И охотничий билет взяли, и спросили, отстрел в этом году делали, нет? Вот в 17-м году и отстрел делали, и все это все зарегистрировано, это все есть. Все, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.